С каждым годом городское поселение Кубинка преображается и становится современнее. Это уже сейчас можно заметить по отремонтированным фасадам железнодорожного вокзала и благоустроенной привокзальной площади. То, что мы сегодня вместе с вами все увидели, это отремонтированное здание ЖД вокзала. Здание 19 века, по сути, для нас это вообще памятником является, но долгое время ему не уделялось никакого внимания. Это центральная пассажирская пригородная компания смогла найти в себе силы, финансовые средства и по нашей просьбе отремонтировать существующий ЖД, так скажем, мини-ЖД вокзал. Теперь там и комфортные условия для пассажиров, и нормальная навигация, вывески, и даже появились помещения для кафе и дополнительной торговли, услуг связи в том числе. Теперь здесь раскинулась пешеходная улица с лавочками, урнами и фонарями. Приведены к единому стандарту стационарные торговые павильоны, и даже появился свой арт-объект – танк Т-62М. Для удобства местных жителей рядом со станцией организовали парковку на 75 машиномест. В этом году планируем еще добавить около 200-200 мест, и тогда это станет не просто железнодорожная станция, а еще и станция с возможностью перехватывающей парковки. То есть приезжать люди смогут сюда в любое время ставить свою машину, отправляться, допустим, в Москву на комфортные электрички, также возвращаться на машину и обратно уже домой. Власти уверены, что благоустраиваться должны не только станции центральной площади, но и дворовые территории. Поэтому в ходе рабочего визита глава осмотрел недавно построенную по губернаторской программе детскую площадку. Местным жителям современный игровой комплекс пришелся по нраву. Здесь очень понравилась площадка, первый раз ее увидели, потому что были в отпуске, видели площадку, ребенку, сыну очень понравилось, и поэтому сегодня решили еще раз посетить ее. Очень уютно, оцениваю на отлично. Честно, у нас не хватало такой территории именно для детишек маленьких, вот таких вот, за которых можно смотреть спокойно, что если упадет, то это будет не больно, что если залезет, то это будет все очень приятно и мягко. Ну, обычно прихожу с сестрой. Я здесь катаюсь с горки, мне здесь очень нравится. Очень нравится, это моя внучка, она ко мне приехала с Воронежа и говорит, что ну мало таких детских действительно площадок, вот как замок прям, вот крутой такой. И я могу спокойно посидеть, почитать. Рядом с детским игровым комплексом расположено поле для игры в баскетбол и футбол. Есть и площадка с тренажерами. В ближайшее время в поселении будут модернизированы еще три площадки. Работы будут проводиться за счет муниципальных средств. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Денцова.